Всем привет дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес и мы сегодня будем играть в Пензетон Рэд, смотреть новые прикольные интересные уровни. Сегодня у нас будет просто необычная серия, потому что я, ребят, нашел для вас очень прикольные интересные, соответственно, челленджи. Сегодня будем убегать от Донтиста и, соответственно, ребят, еще будет бонусный уровень специально для вас. Уильям у нас будет автор и, ребят, если нравится Пензетон Рэд, то прямо сейчас можете поставить лайкосик и подписаться на канал. Давайте, ребят, посмотрим, что у нас здесь будет. Я, ребят, оказался у Донтиста и, соответственно, я пока к нему не поворачиваюсь. Ребят, напишите прямо сейчас в комментариях, кто был хоть раз у Донтиста. У Зубного, я думаю, наверное, практически все были, можете поставить лайкосик, кто был и кому не нравится ходить к Донтисту. К Зубному, кто просто ненавидит лечить зубы. Мы сегодня попробуем отсюда убежать, я, ребят, не знаю. У нас все вроде бы нормально с зубами, но чертова знает, ребята, если Донтист мне покажется подозрительным, я, наверное, буду, ребята, убегать. Я просто буду отсюда сваливать. Так, ну что ж, посмотрим. Давайте я поворачиваюсь вот так вот медленно. О, черт возьми, да. Блин, ребята, у Донтиста есть огромная лампа, я сижу где-то. У меня такое ощущение, что это, по-моему, не Донтист. Ну, Донтист, так был назван уровень, ребята, поэтому я думаю, что, ну, будем верить. Ладно, автору, что этот Донтист, зачем-то ему ножик, ребята, зачем ему столько ножей, всяких разных тесаков. Походу, он хочет меня пытать. У меня такое ощущение, что он, ребята, хочет меня пытать. А это его напарник, видимо, да. Ребята, это его напарничек, который тоже, если что, будет помогать. Вот как-то так, ребят, кстати, в правом верхнем углу будет челлендж проголосовать. Можно будет, каждый из вас может это сделать. Проголосуйте обязательно в правом верхнем углу, досмотрите это видео до конца, чтобы определить, какой побег будет самым лучшим сегодня. Я тут вижу какие-то двери, посмотрите. Они, может, как-то открываются, нет? Нет, это какая-то интересная ложная стена. Давайте отсюда попробуем убежать, ребята, я могу отсюда выйти. Так, выходим отсюда, так, окей, окей, окей. Никого, ребята, вообще нету, так. Господи, там вообще тьма. Так, там тьма. Пойдем отсюда. Что происходит, ребята, что происходит? Чуваки, блин, прикиньте, они на меня налетают. Офигеть, я, ребят, ничего не делал просто, ребят, ничего. Здесь у нас какая-то заруба была. Ребят, я, честно говоря, не понял, что произошло. Давайте мы перезагрузку сделаем. Я вообще ничего не делал. Я просто вышел от Донтиста. Донтист, видимо, сразу сообщил, что он вышел. И ловите его. Скорее всего, ребят, как-то так. Давайте в этой темной двери мы загореть не будем. Просто сразу же пойдем вот сюда, налево. Давайте посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас, видимо, директор сидит. Видите, с дизаком сидит директора. У него два охранника. Вот они вот такие вот, да. Пойдем отсюда тогда. А здесь уже просто пошла, ребят, заруба. Все, как только выходишь из кабинета, проходит буквально несколько секунд. И начинается, ребята, трэш. Просто мега, ребята, трэш. Давайте отсюда сваливать. Потому что, ну, блин, мы должны отсюда сбежать. Это у нас босс, да, получается? Да, да, ребята, походу это босс. Так, это у нас боксер вышел. Ух ты, елки-палки. Да, это все серьезно, ребята. Да, это все очень даже жестко. Тут у нас хотя бы есть оружие. Слушайте, нужно боксера в первую очередь трубануть, потому что, ну, блин, они самые жесткие. У меня есть замечательная вот такая вот дубиночка. Эх, потрясающе. Давайте лампу уничтожим. Посмотрите, у нас тут лампа зависла в воздухе. Вот она. Она летает. Она летает, ребята. Вот это прикол, конечно. Так, боксера слили. Это хорошо. Это прям вообще хорошо. Я могу, кстати, лампу взять. Давайте возьмем штекер как раз освещения. Мы с ним, с этой, с этим торшедчиком, мы просто можем сейчас, вгляд, очень здорово затаскивать. А где мы эти тисаки-то? Они куда-то все просто разлетелись. Тисаки разобрали абсолютно все. Дайте мне что-нибудь. Почему-то на директора стоматологической клиники тоже нападает, ребята. Да, на него нападает. Норм, норм, норм. Я, ребят, думаю, что, в принципе, нам, если мы сейчас всех здесь завалим, то нам удастся отсюда убежать. Так, тут еще у нас какой-то кабинет. Что это такое, ребята? А что это? Что это? Так, какие-то повара или доктора. Кто это? Здесь какая-то лестница. И вот сюда можно... Что здесь происходит, ребят? Что за жесть? Это, походу, может быть, зубы какие-то. Я не знаю, что за... Что за кубики здесь? Лотерея, что ли, какая-то? Звук, конечно, очень интересный. Так, из этой лотереи у нас почему-то здесь, видите, как-то вытекают. И идут у нас куда-то вот сюда деньги, видите, да? Здесь очень много бабла. Вот. И, соответственно, я не знаю, ребят, с чем это связано. То есть, куда-то сюда закидывают кубики. И из них что-то происходит. Потом из них, получается, типа, деньги. Вот такой здесь процесс. Возможно, это закадровая какая-то... Может, фальшиво-монетчики, наверное, да? Кстати, кубики можно атаковать. Можно, кстати, мочить. Посмотреть, как кубики-то работают. Это вообще топово, ребята. Да, здесь все пираты. И, может, это фальшиво-монетчики здесь, наверное? Так, уже 9 человек, 8 осталось. Здорово. Ребят, кубики, давайте, помогайте мне. Кубики, кубики, тащите, тащите. Ну, приза. Так, мне нужно какое-нибудь оружие, нормально. Здесь нужно будет найти эти саки. Тут я вижу, что у нас очень много докторов там всяких, да? Поваров. Вот. И, может быть, сейчас что-нибудь мы... А, бейсбольная бита. О, нормально, ребят. Бейсбольная бита! Со спины попал по мне. Ой, мерзавец-то какой. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, пират, пират, пират. Это очень... Откуда ты здесь взялся? Ты тоже пришел? Зубы здесь лечи, да? Пират здесь тоже, походу, ребят, за этим пришел. Тут была куча, куча всяких ножей. Во, давай на ножах, нормально. Да, есть, хорошо. Прям вообще топ. Тут есть огромный тесак, ребят. Тесачок, меч даже. Можно так его, наверное, назвать. Мы сейчас сразу же сделаем киллы. Вот у нас раз. Вот у нас два. Сейчас будет у нас. И остается прям совсем немножечко. Вот тут у нас четыре человека. Четыре человечка осталось. Так, так, окей. Слушайте, где-то тут еще ножи были. Вот, нормально, ребята. Выдержим, я думаю. Да, три человека остается. Два, один. И остался босс самый лютый, самый опасный мерзавец, который, в принципе, руководит этим всем, ребята. Который заставляет, видимо, людей, я не знаю, ребята, лечиться в своей клинике. И, походу, тут никто не выдерживает этого. Либо они здесь идут на корм каким-нибудь, может быть, там, собакам. Кто его знает. А, может быть, там, продают органы или еще что-нибудь в этом духе. Так, я нашел меч. О, ребят, на мечах. Теперь у нас равная будет схватка. Ну, хоть как-то да. Так, по боссу попадаем. Попадаем очень аккуратно, потому что босс, видите, какой очень сильный, очень лютый. Очень лютый товарищ. Почему-то я здесь не нашел огнестрельного оружия на этом уровне. Я люблю, ребята, огнестрелочкам. Дробаши. Блин, от него меч ломается. Как тебя убить-то, а, мерзавец-то ты такой? Так, ну, тут у нас еще есть небольшие, маленькие ножички. Такие, ну, как бы небольшие. Может быть... Да, ребята! Е-за! Отлично! Отлично! Мы затащили. Теперь нужно найти отсюда выход. А вот у нас выход. Вот здесь прямо, да. Фух! Мы сбежали от доктора. Мы сбежали от ужасного дантиста, от зубного. И идем, ребята, дальше. Не забывайте, ребят, пролайкить эту серию и в правом верхнем углу досмотреть это видео до конца, чтобы там проголосовать и выбрать тот побег, который вам больше всего понравится. И написать в комментариях именно, почему вам больше всего он понравился. И это будет для меня очень интересно. Так, Дантист Эскейп, ребята, называется уровень Уильям Корр Долбе. Называется у нас ник у автора. Ставим лайк ему. Жирнейший лайк. И следующий у нас получается Эскейп. The Escape просто. Лейдер Пьер. Какой-то такой интересный ник. Автор у нас. Давайте посмотрим, что дальше с нами случилось. Видимо, мы убежали от зубного. Все их перебили там. И сейчас мы оказываемся... Внимание! Внимание, мы оказываемся. Блин, в тюрьме! Нас тот, короче, захватил в плен, ребята. Нас посадили в тюрьму, видимо. Да. Здесь есть тесак на полу. Здесь есть кровать. Несколько коробок. И охранник за нами наблюдает. Даже здесь есть туалет и бутылка. Так, я понял. Интересно. Ух ты! Как я умею составлять коробки, ребята. Вы это видели, да? Прямо вот ногой. Оп-оп-оп-оп-оп. И чётенько одна на другую коробочку прямо поставили. Специально даже так не получится. Ну что ж, надо отсюда сваливать, наверное, да? Валим охранника и пытаемся отсюда убежать. Посмотрите, ещё один охранник. И ещё заходит. Так, делаем несколько киллов. Смотрите, со стульями залетает. Народ, подожди, подожди, подожди. Нужно отсюда как-то выбраться из этой камеры. Боже ж ты мой. Нужно убегать отсюда. Вау, нифига себе. Ребята, просто офигеть. Так, заходим сюда. Здесь у нас просто какая-то комната. Я, ребят, не знаю, куда бежать. Очень небольшой, видимо, уровень, да? Ну, это как бы бонус на такой уровень. Поэтому я думаю, что мы здесь должны затащить. Так, гитара нормально работает. Так, смотри, что у нас тут творится. Они, видимо, это как бы, ну... Ничего себе! Вот это был удар с ноги, ребята. Вот это был жёсткий удар с ноги. Короче, это, видимо, частная контора, частные ребятки, которые меня захватили в плен. Может быть, хотели, чтобы мы восстановили всё, что уничтожили у донтиста. Или... Ооо, здесь в холодильнике целый арсенал просто, ребят. Целый арсенал. У меня есть электрошокер, так что норм. Вот. Так, ну чё вы, чё вы, чё вы, как вы так вот, да? У нас остались самые главные два босса, которых мы сейчас, наверное, будем добивать. Ну и, соответственно, ребята, я думаю, что... Я думаю, что у нас есть шансы, ребята, все... Смотрите, они отступают. Ну-ка, давайте дадим им возможность... Дадим им возможность как-то затащить. Я не знаю. Ну, возьми какое-нибудь оружие. Возьми, чувак, оружие. Здесь его полно. Возьми что-нибудь. Потому что... Ну, так ты не затащишь, дружище. Так ты не сможешь. Давайте отойдём немножко вот сюда. Может быть, он здесь что-нибудь найдёт. Я вообще вот сяду вот сюда. Типа я не убегал никуда. Вот. Так что давайте, ребята, давайте, давайте предлагайте интересные уровни. В следующем... В следующей серии побег будет очень прикольно. Перепройти какие-нибудь, посмотреть интересные челленджи. Как сбежать из разных ситуаций. Или какую-нибудь интересную историю. Может быть, нам авторы напишут. Было бы очень интересно всё это перепройти. Что ж, давайте поставим лайкосик этому уровню. И, соответственно, ребята, подписывайтесь на канал, кто у нас впервые. Пишите комментарии. Голосуйте прямо в верхнем углу экрана. Выбирайте тот уровень, который вам больше всего понравился. И нам можете на комментариях написать именно почему он вам больше всего понравился. Ну, а я с вами буду прощаться. С вами был Родригес. С вами желаю успехов, удачи. И всем пока-пока.